Челябинская пенсионерка в одночасье лишилась всех своих накоплений, а это ни много ни мало 600 тысяч рублей. Прихожанка местного храма отдала деньги священнику, а тот погасил щедрым пожертвованием свой долг по ипотеке. Все подробности этой истории у Андрея Захарова. Не 60 рублей, а 600 рублей. 600 тысяч. Из накопленных непосильным трудом 600 тысяч рублей пенсионерка из Челябинска Анна Ивановна помнит каждую купюру. По 5 тысяч. Бумажками. Копила года, а потеряла, говорит, в одночасье, когда от всей души делилась деньгами с местным священником. Ну, думаю, хороший человек. Он меня что-то в сердце заколол. 600 тысяч и так достались бы батюшке. По завещанию его пенсионерка составила заранее, но наследнику деньги понадобились раньше ее ухода в вечность. Я тебе вот дам говорить, как только продам своими руками дом, который бабушка подарила. Кровной и щедрой старушке священник так и не вернул. Даже спустя год. Тогда 78-летняя пенсионерка решит искать правду уже не в храме, а в прокуратуре. Мы провели проверку с привлечением сотрудников органов полиции. И у нас все основания есть для обращения в ее интересы в суд, для взыскания этих денежных средств. Батюшка Александр Грузов ничего преступного в своих делах не видит и готов все вернуть. Говорит, брал пожертвования погасить ипотеку и даже хотел в новой квартире приютить старушку. Но та сама отказалась. Потому что, говорит, мне вот, ну я привыкла в своем районе жить, выйду, тут все знаю, а там что я буду делать? Если верить юристам, шансы на деньги у Анны Ивановны небольшие. Поскольку документов о передаче денежных средств у бабушки нету, встает вопрос реальности обжалования этих действий и возврата этих денежных средств по суду. Впрочем, кругленькая сумма пенсионерке не помешала бы. Из собственной квартиры Анну Ивановну выставила пачерица. Женщина теперь живет в съемной коммуналке. Андрей Захаров, Наталья Ленькова, Станислав Посыпкин и Роман Надеев. Известия специально для Пятого канала.